всем привет продолжаем гулять по моему маленькому городку вот хотел бы вам показать дом на миллионный двадцать один первый дом на этом месте построил петр иванович мошков гофринтидан ему отели участок 1717 году мошков был домашним расходчиком при дворе екатерины пьерой то есть это тот человек которому доверялись некие суммы на расходование по хозяйству и строительству а петр иванович расхонил расположение императрицы анны и анны для которой под его наблюдением в 1732 году был построен деревянный дворец в летнем саду достойные высочайшие апробации спустя несколько лет после этого мошков скончался и в начале 1740 году в часть его участка с домом на миллионным приобрел генерал поручек апраксин который вернулся из персия исполнял должность послания я пользуюсь интернетом и замечательной книги иванова дома и люди спустя несколько лет степан федорович был произведен генерал ансшефы а 10 лет спустя генерал фельдмаршалы такому быстрому возвышению по службе посоствовали дружеские отношения с канцлером бестужевым рюмином и особенно с фаворитом империатрицы графом разумовским братьями шувала историк щербатов напишет об апраксе человек благодетельный и доброго расположения сердца но мало знающий вещах пронирлив роскошен чистолюбив такой портрет апраксина через несколько лет апраксин начал искать очередных владельцев своего твоего дома им стал будущий адмирал иван лукьянович талызин которому предстояло сыграть важную роль при возведении на трона екатерины второй талызин в день переворота отправиться по поручению екатерины кронштадт чтобы склонить коменданта нумерса принести со всем гарнизонным присягам новой империатрицы после смерти талызина дом переходит по наследству к его сыну лукьян ивановичу ставному бригадиру который заложил его в 1780 году видимо потому что у нем не было денег а заложил он придворного банкировых сутерланда за 20 тысяч рублей позднее лукьян иванович заслужился до высокого чина тайного советника но дом так и не выкупил и дом остался за за сутерланда банкир сутерланд отличался страны при его профессии непрактичностью сужал огромные суммы казенных денег без достаточного обеспечения и в конце концов вынужден был покончить с собой так и не дождавших их возврат кстати среди главных должников фигурировали такие личности как князь потемкин и другие высшие придворные отказать которым было трудно такая жизнь сутерланда банкира желающих купить бывший дом талызина публичных торгов к сожалению не нашлось и дом остался заказной в нем разместилось комендантское управление 1830 году николай первый подарил дом графу чернышову который по проекту шарлемана лично его отделал были добавлены балкон атик появился лепной пояс резолиты но в общем в целом здание не изменилось в 1846 году чернышов теперь уже князь отдал дом на миллионы приданная за старшей дочерью елизаветы которая вышла замуж за его бывшего адъютанта владимир ивановича бариатинского князя бариатинский восходит к рюрикову колену их род считается одним из древнейших в нем были бояре воеводы но наибольшую славу снискал генерал-фельдмашал бариатинский пленивших шамиля и победоносно завершившие долгую кавказскую войну он приходился родным братом бариатинскому первому из владельцев особняка этой фамилии ну конечно же породниться с бариатинским чернышову было большой честью 11 октября была отпразднана пышная свадьба спустят некоторое время молодые поселились в отделанном для них особняке владимир иванович приходился внуком екатерине петровны баритинской некогда живший на этой улице в доме напротив женившись баритинский выходит в отставку поступает на службу по статским делам через год снова надевает мундир после воцарения александра второго становится флигель адъютантом производится в полковнике и пускоре получает генеральский чин 1861 году назначается командиром кавалергарского полка там где когда-то служил поручиком как говорят офицеры которые служили в этом полку офицеры избегали порядочного общества предпочитая непристойные кутежи и не всегда честную карточную игру князь потянул пол тщательно подбирая его состав и избавляясь от не кавалергардских элементов кстати приучить офицеров как говорится к свету владимир ивановичу помогал его супруга княгиня бетси как ее называли общество она проводила обеды куда приглашал офицер и таким образом старалась приучить офицеров к свету к обществу как она думала о бариатинском современники отзывались по-разному но к примеру инцарский который хорошо знал князя утверждает что тот отличался скупостью и мнительностью а князь долгоруков называют владимир ивановича добрейшим и честнейшим человеком удивляясь лишь тому как он мог жениться на женщины неприятной и смешной по ее надменности разные мнения 1866 году бариатинский был назначен генерал-адъютантом одновременным определением в обершталмейстеры и на этому военный карьер закончилась после смерти князя домом долгое время владела его вдова которая пережила мужа более чем на 25 лет и скончалась только в 1902 году после дом перешел к старшей дочери марии вышедшей 1888 году уже достаточно взрослой в возрасте 37 лет вторым браком замуж за своего кузена ивана викторовича бретинского который был моложе юноши след отставной капитан лейтенант 20 лет прослуживший на флоте а затем в течение нескольких лет подряд избиравшийся уездным предводителем дворянцев был депутатом третьей государственной думы от партии правых националистов ну вот собственно говоря наверное все конечно кратко кратенько что я нашу в интернете на сайте сети волос.ру и замечательные книги иванова дома и люди все всем пока всем привет немножко рассказала кто жил на миллионной улице 21 пока пока до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова